Смертельный коронавирус. В Китае растет число жертв и заболевших. Кыргызстан готовится к возможному появлению в стране опасного вируса. Пьяный милиционер достал пистолет и выстрелил в голову своему оппоненту. При этом дебошира в погонах подозревают лишь в хулиганстве. Потерпевший обратился к президенту. Тем временем президента также просят уволить и судью, устроившую ДТП в нетрезвом состоянии. Дисциплинарная комиссия решила, такой судья нам не нужен. Выжили и победили. Сегодня 76-я годовщина снятия Ленинградской блокады. О том, как это было, вспоминают дети страшной войны. Теперь об этих и других новостях более подробно. В студии новостей Джилдош Исаков. Здравствуйте. Начнем с темы нового типа коронавируса, который бушует в эти дни в Китае. Его жертвами становится все больше людей и все больше людей им заражаются. О ситуации в Китае чуть позже, а сейчас о том, как к возможному появлению опасного вируса готовится в нашей стране. Президент Сурунбай Джейнбеков провел рабочее совещание с участием премьер-министра, спикера Джугур Кукинеша и ряда министров. Главе государства доложили о ситуации и предпринимаемых мерах. О том, что создан штаб, о том, что на границе въезжающих людей проверяют тепловизорами. Президент, как сообщает его пресс-служба, подчеркнул необходимость проведения круглосуточного мониторинга эпидемиологической ситуации в стране. Призлал усилить все необходимые профилактические меры. В целях недопущения недостоверной информации глава государства подчеркнул важность постоянного информирования населения страны о текущей ситуации. На совещании, как сообщается, также особо отмечена персональная ответственность руководителей соответствующих госорганов по проведению профилактических мер на конкретных участках работы. Заседание правительства сегодня также началось с обсуждения этого вопроса. Премьер Мухаммед Калы Аблагазиев сообщил, что в Кыргызстане нет ни одного зарегистрированного случая заражения коронавирусом. Таким образом, еще раз опровергнув информацию, распространяемую в социальных сетях, о том, что вирус из Китая якобы дошел до Бишкека и госпитализирован уже первый пациент. В Мездраве уверяют, что это фейковая информация, она не соответствует действительности. По словам же премьера, всем службам, отвечающим за безопасность здоровья населения, даны соответствующие задания. Созданный штаб принял оперативный план. На всех 22 КПП усилен санитарный контроль. Установлен санитарно-карантинный контроль на всех погранпостах. Проверяется каждый гражданин, пребывающий воздушным, автомобильным и железнодорожным транспортом. Особенно те, кто вводит сельхозпродукцию. А с Китаем с 23 января остановлено транспортное сообщение в начале года. По традиции вводятся ограничения за Нового года по восточному календарю. Мы тоже усилили ограничения. Пропуск граждан и продукции остановлен. В китайском городе Ухани, где произошла вспышка коронавируса, находится 15 граждан Кыргызстана. Это 14 студентов и один предприниматель. Об этом на заседании правительства сообщил заместитель министра иностранных дел Нурлан Язалиев. По его словам, дипломаты поддерживают с ними связь. Все они чувствуют себя хорошо среди наших граждан, нет заболевших коронавирусом. Сейчас МИД прорабатывает вопрос о вывозе наших соотечественников из Ухани. Отметим, многие сопредельные с Китаем страны сейчас усилили санитарный контроль не только на границе с КНР, но и другими странами. Кыргызстан также отменил авиарейсы в Китай и дорожные пункты пропуска, судя по всему, останутся закрытыми. Усилила наша страна и контроль на границе с Казахстаном. Как наши эпидемиологи следят там за ситуацией, смотрите в репортаже Айтул-Консул поувеваем. В своих отчетах чиновники говорят, что для недопущения проникновения опасного вируса в Кыргызстан врачи ведут усиленный санитарный контроль на всех КПП в аэропортах и дорожных пунктах пропуска. Но не все из них, судя по всему, достаточно оснащены необходимыми приборами. К примеру, через КПП Акджол на границе с Казахстаном ежедневно в нашу страну въезжают около 5000 человек, а тепловизор здесь всего один. Наша задача одна – не допустить случаев заноса, заболевания в нашу республику. У нас также предусмотрены два изолятора в Чуйской областной больнице, также есть палаты, предусмотренные в инфекционной больнице. Они все освобождены с изолированными входами, полностью оснащены, то есть персонал медицинский уже готов, семинар проведен полностью, санитарные предписания всем лечебникам выданы. Санитарный контроль здесь проводят четыре врача, двое встречают граждан при входе на КПП, еще двое дежурят в специзоляторе. Медики работают круглосуточно. Если при прохождении через тепловизор будет обнаружен заразившийся опасным инфекционным заболеванием, его отведут вот в этот вот стационарный пункт, где его будут обследовать уже врачи. Санитарно-карантинные пункты находятся в непрерывной связи с Минздравом. В случае выявления подозрительных симптомов у граждан, медикам приказано сразу же докладывать в штаб. В защитных масках не только медики, но и пограничники ветеринары, таможенники, ведущие учет прохождения грузов. Организовано взаимодействие с поликлиникой Ленинского Айлёк-Мэту. Они нам предоставили машину скорой медицинской помощи с одним сотрудником медицинской службы. И помимо этого еще организовано взаимодействие с районной санитарно-эпидемиологической станцией Аламидинского района. Помимо этого, вот нами, вот пограничным нарядом проверка документов, проверяются документы лиц граждан, которые пересекают границу, отметка паспорта, который пересекли Народный Республик Китай. И с ними тоже проводится дополнительная беседа, опрос. Если человек какие-то там моменты выявляется, вот тоже докладываем. Санитарные пункты на границе с Казахстаном, как известно, были упразднены после того, как Кыргызстан вступил в Евразийский экономический союз. Теперь их возвращение – одна из мер по предупреждению появления опасного вируса. Готовность служб, как уверяют чиновники, находится под особым контролем государства и, в частности, Совета безопасности. По республике у нас существует 22 контрольно-пропускных пункта, и все они оснащены соответствующими контрольно-карантинными пунктами, которые имеют все необходимое оборудование. На территории республики нет ни одного подозреваемого в заболевании данным коронавирусом, нет ни одного заболевшего. И все палаты, которые подготовлены на всякий случай для того, чтобы, если вдруг появятся такие заболевшие, они полностью готовы к тому, чтобы принять все необходимые меры. В случае маленького подозрения о том, что человек имеет какое-то заболевание, связанное с этим коронавирусом, в отношении него будут приняты все необходимые меры. Отметим, все пункты пропуска на границе сейчас работают в штатном режиме, кроме тех, что на границе с Китаем. КПП «Иркиштам» и «Торугар» закрыты с 23 января из-за новогодних праздников в Китае. Все авиарейсы туда и оттуда также отменены. Айтол Кунсулпуева, Дзиас Акимбаев, НТС. Минздрав открыл горячую линию, чтобы информировать население о ситуации с коронавирусом. Пока граждан просят не посещать места большого скопления граждан, вести здоровый образ жизни и укреплять иммунитет. Запас медицинских масок тоже большой – 3,5 миллиона штук. В то же время в медицинских учреждениях по всей стране уже готовы принять пациентов, если таковые будут. Установлены специальные бокс-камеры, где могут изолировать подхвативших коронавирус. Кыргызстанские специалисты готовы оказать помощь заразившимся новым коронавирусом. 500 медиков обучили правилам ухода за такими пациентами, сообщил сегодня министр здравоохранения «Космосбекчелфонбаев». Во всех регионах готовы спецпомещения для изоляции больных с подозрением на коронавирус. В республиканской инфекционной больнице уже готовы три палаты. Вот это 12-й бокс, где приготовлен для коронарной инфекции, если поступит больной. Вот это предбоксник. Здесь вот комната санитарная, где находится ванная. Здесь туалет отдельный, раковина. Здесь палата, где находятся две кровати, две тумбочки. Это тион, обеззараживатель воздуха. Он включается круглые сутки. Это рецикулятор. Он включается два раза в день на 40 минут. Это специальная бокс-камера для перевозки больных с коронарной инфекцией и особо опасной инфекцией. Здесь он лежит. Мы его, если нужно, доставляем на рентген или куда-нибудь. Каждая палата предназначена для двух больных. Но на случай, если пациентов будет больше, в инфекционной больнице готовы установить дополнительные бокс-камеры. По нашей просьбе Рина Итуганова надевает на себя специальную защитную одежду. Она одноразовая. То есть обмундирование предназначено только для одного посещения больного. Чтобы надеть все предметы, которые входят в эту медицинскую экипировку, необходимо минут пять, а то и больше. В этом деле врачу одному не справится. Обязательно нужен помощник. Специальная экипировка состоит не из одной пары перчаток, а из двух – обязательная респираторная маска, которая защищает от воздушно-капельной инфекции. Рассказывает специалист инфекционного контроля Чакутура Залиева, пока помогает своей коллеге облачаться в эту защитную одежду. Она же сбрызгивает и очки специальным раствором, чтобы они не запотели. Одноразовое применение этого костюма. У нас во всех отделениях с этим костюмом обеспечены. После обслуживания больного выходим в предбоксник. Специально приготовленный дезинфицирующий раствор в баке. Мы там снимаем все костюмы. Замачивается в дезинфицирующем растворе, обеззараживается, а потом только выбрасываются бытовые отходы. В стране есть резерв медицинских масок. 3,5 миллиона штук. Оповестил сегодня Минздрав. В аптеках говорят, что медицинские маски, как антисептики для рук, сейчас ходовой товар. На сегодняшний момент мы продали, например, на данный момент где-то 200 штук масок. К вечеру, по-моему, где-то 500 штук будет. Многие закупаются упаковками, потому что маски носятся 2-3 часа. И вот к вечеру, чтобы они, например, в общественном транспорте пока поедут на работу, пока приедут, чтобы при контакте с людьми одевать маски. Антисептический раствор много берут, чтобы тот же общественный транспорт не заражаться микробами через вот эти трубы, через вот эти двери. И все же пользуются. В департаменте профилактики заболеваний Игусан и Пятнадзора при Министерстве здравоохранения открыта горячая линия. Кыргызстанцы могут звонить на следующие номера телефонов. 0-312-32-30-55, 32-32-02 и 0-550-03-36-07. Специалисты проконсультируют граждан о ситуации с заболеваемостью коронавирусом, о мерах профилактики и основных симптомах болезни. Горячая линия работает круглосуточно. Анастасия Соболева, Самадула Тахунов, НТС. Между тем, в самом Китае растет количество жертв от коронавируса. По последним данным Госкомитета по вопросам здравоохранения страны, их число достигло уже 80. Тем временем число заразившихся за сутки выросло на треть. Теперь их почти 2800 человек. Власти Китая объявили, что новый тип коронавируса усиливает свою способность распространяться. Вспышка заболевания вступила в серьезную и сложную стадию. В Пекин, как сообщается, срочно вылетел глава Всемирной организации здравоохранения Адан Гибресиус. Ранее напомним, в Китае из-за вспышки смертельного вируса заблокировали 13 городов с населением в 30 миллионов человек. Случаи заболевания, кроме Китая, зарегистрированы еще в 12 странах. Уволен прокурор, который выступал государственным обвинителем во второй инстанции по делу сотрудника ГРС Насербека Алмаматова. Отметим, именно по представлению этого представителя надзорного органа коррупционеру изменили меру пресечения заключения на штраф. Сам Насербека Алмаматов будет объявлен в розыск в олении Интерпола. Напомним, на прошлой неделе освобождение чиновника ГРС, задержанного по обвинению в коррупции, а позже выпущенного на свободу, стала темой дискуссии на Совете безопасности страны. За халатность служащих были отчитаны генеральный прокурор и председатель Верховного суда. Служители Фемиды, которые принимали решение об освобождении Алмаматова, теперь предстанут перед дисциплинарной комиссией. Однако, будут ли в отношении них приняты какие-то суровые меры? Подробности далее. С 4 ноября прошлого года, после того, как розыск внутри страны результатов не принес, Насербек Алмаматов был объявлен в межгосударственный розыск. И до сих пор его поиски не увенчались успехом. В милиции Октябрьского района столицы уверяют, что ведут активные поиски беглеца. Однако, раскрывать детали отказываются. Уверяют, что в интересах следствия. Между тем, в интернете и появилась информация о том, что Алмаматов в настоящее время находится в США. Вопрос побега коррупционера на прошлой неделе стал предметом серьезного разбора на Совете безопасности. Глава государства жестко отчитал генерального прокурора и председателя Верховного суда. Суромбай Джеймбеков отметил, что именно сотрудники этих ведомств виноваты в произошедшем. На Алмаматов, помните? Алмаматов. Это такое резонансное дело. Что за отношения? Несколько месяцев проводили антикоррупционные мероприятия, чтобы задержать его. Предоставили всю информацию. Почему не принимаете меры в отношении судьи, который вынес решение о его освобождении? Почему увольняете прокурора, который это допустил? Зачем суд работает? Почему комиссия по дисциплине не принимает меры в отношении судьи, если видна на 100% его вина? Как будто ничего не произошло. А воспринимают это, как будто это я делаю и в меня бросают камни. А вы сидите, как будто ничего не произошло. От этого зависит доверие населения к власти. Это что за идиотизм? Прокурор Белек Рыскулов, который направил в суд представление об изменении Алмаматову меры пресечения из тюремного заключения на штраф после критики общественности и президента, сегодня был уволен. Какие меры были применены к трем служителям Фемиды, принявшим решение об освобождении Алмаматова, пока неизвестно. Как сообщает Генеральная прокуратура, материалы в отношении судей переданы в дисциплинарную комиссию. Однако решения по этому вопросу пока не озвучиваются. Дело на Сербека Алмаматова, которое уронило авторитет судей и прокуратуры, стало достоянием общественности. Напомню, бежавший чиновник занимал пост начальника Бишкекского городского отдела регистрации транспортных средств и водительского состава. По данным следствия, он создал устойчивую коррупционную схему и в день собирал около 100 тысяч сомов за счет взяток. ГКМБ несколько месяцев следил за ним, и 2 ноября 2018 года он был задержан. Октябрьский районный суд Бишкека в марте следующего года приговорил его к 12,5 годам лишения свободы. Но уже через три месяца городской суд изменил это решение. Чиновник, который обвинялся в тяжком преступлении, был освобожден и приговорен к выплате штрафа в 3 миллиона 300 тысяч сомов. Однако это не сразу стало известно общественности. Информация всплыла только в сентябре. После недовольств общественности Верховный суд отменил решение второй инстанции. Когда правоохранители отправились на задержание Алмаматова, его в стране уже не было. В настоящее время общественность требует, чтобы наказали всех причастных к этой халатности. Мы же понимаем, мы же живем при капитализме. Никто вам за красивые глаза, за ваши сладкие слова не выпустит. Никто не сделает вам просто так ничего. Значит были деньги. Вопрос сколько, кто платил и кто получал эти взятки. Вот и все. Сейчас надо провести тщательное расследование. Лучше было бы, чтобы прокуроры сами это сделали внутри себя. Суды сами внутри себя. Не дожидаясь, пока джорг, конечно, создат под давлением общественности депутатскую комиссию. И тогда уже полетят большие головы. Между тем есть подозрение, что к освобождению Алмаматова могут быть причастны авторитетные люди. Потому что обычный прокурор не смог бы пойти на такой решительный шаг. Если теперь это дело станет расследоваться без сокрытий, скоро могут быть озвучены имена многих влиятельных чиновников. Эксперты говорят, на сегодняшний день коррупция проникла до высших эшелонов власти всех ветвей. Поэтому нужны жесткие меры подчистки во всех ведомствах страны. Привлекут к ответственности соответствующих лиц. Но это будет продолжаться, пока мы эту систему не разрушим. Пока все чиновники не будут выполнять функциональные обязанности. Чего мы должны добиться? В первую очередь, те, которые не выполняют точно свои функциональные обязанности, они должны быть уволены. Просто, даже без объяснения. Есть функциональные лица, должны быть уволены. В Совете Безопасности было сделано много критических замечаний в отношении отдельных чиновников к правительству. Они что сегодня работают? Они должны были заявление написать, уже уйти. Если это не пишет, премьер-мистр их должен был снять с работы. На сербе Калмаматов в ближайшее время будет объявлен в розыск через Интерпол. Это даст возможность начать его поиски уже по всему миру. В настоящее время в международном розыске, кроме него, находятся уже несколько чиновников. Это экс-глава ГКНБ Бузурманкул Табалдиев, бывший вице-премьер Оскар Шадиев, а также бывшая глава ГРС Алина Шаикова. Игорь Потанин, Акмарал Саботар, Владимир Кубалдиев, НТС. Уволена, скорее всего, будет и судья Джалалабадского суда Эльмира Сулайманова. Алмаматов здесь ни при чем. Сулайманову уволить предлагают за пьянство за рулем. Как сообщается по представлению председателя Верховного суда, дисциплинарная комиссия при Совете судей, приняла решение о досрочном освобождении судей. Предложение направлено президенту. Напомним, Сулайманова в конце декабря устроила ДТП после новогоднего корпоратива. Как выяснилось, она была за рулем в нетрезвом состоянии. Позже судья подала заявление уже в областной суд с требованием отменить составленный на нее протокол. Достал пистолет и выстрелил в упор, но вменяют ему лишь хулиганство. В ГКНБ рассказали подробности инцидента, в котором пьяный милиционер открыл стрельбу возле ночного бара в Бешкеке. К счастью, никто не пострадал. Потерпевшему мужчине удалось увернуться от пули, а стрелка в погонах задержали, но суд отпустил его домой. Ему избрали меру пресечения, не связанную с заключением под стражу. В истории, где не все логично, разбирался мой коллега Кубат Коныч Пекуулу. Он попал именно в этот объектив видеокамеры. Наблюдения сейчас пока точной информации нет. Отдыхали ли представители правоохранительных органов именно в этом заведении или просто проходили мемо. Но одно ясно точно, что устрелявшего патроны были не холостыми. Об этом стало известно после того, как пулю извлекли из стены рядом со зданием. Стрелявшим оказался 26-летний сотрудник службы криминальной милиции Октябрьского района. Содержали стрелявшего мужчину в тот же день. Но решением Первомайского райсуда он был отпущен под домашний арест сроком на два месяца. Также сообщается, что стрелок, так теперь шутя называют его коллеги, отстранен от занимаемой должности. Как же все происходило на самом деле, теперь выясняет ГКНБ. 22 декабря 2019 года примерно в 4 часа утра пьяные сотрудники службы криминальной милиции УВД Октябрьского района Бишкека Э. И. Р. С. и гражданин К. А. совершили правонарушение возле коровки клуба Лайфбар. Э. И. имея при себе закрепленное табельное огнестрельное оружие, пистолет Макарова, из хулиганских побуждений произвел выстрел в сторону М. С. Хулиганство вместо покушения на убийство. Этим вопросом теперь задается и юрист Толкунбек Исаков. По его словам, стрелявшим из боевого оружия вменяют несерьезную статью. Кроме того, открытым остается и вопрос. Был ли сотрудник милиции в момент инцидента при исполнении? Если да, то почему пьяный в клубе? Если нет, то почему имел при себе табельное оружие, а не сдал в так называемую оружейку? Сотрудники приходят на службу, они должны получать табельное оружие. Уходя, должны они сдавать эти табельные оружия. То, что данное преступление совершено ночью, в 4 часа ночи, и с табельным оружием, при этом находясь в состоянии опьянения, это уже само преступление, если даже этого покушения не было бы. Потому что в данном случае ответственность сотрудников должна рассматриваться вдвойне жестче, чем ответственность обычных граждан. Теперь же потерпевший просит помощи у президента, генпрокурора и главы МВД. С просьбой защитить простых граждан от таких правоохранителей и принять к ним соответствующие меры. По его словам, виновные лица в совершении преступления все еще находятся на свободе. Ну а двоим из нападавших и вовсе удалось избежать уголовной ответственности. Кубат Хоншпикул, Александр Симонов, НТС. 76-ю годовщину снятия блокады Ленинграда сегодня отмечают в странах СНГ. Отмечают ее и в нашей стране. 900 дней и ночей длилась осада Ленинграда. В городе взятом фашистами в кольцо от голода и холода погибли сотни тысяч жителей. Прорвать блокаду бойцы Красной Армии пытались неоднократно, но удалось лишь в январе 1943 года. И только спустя год, 27 января 1944, Красной Армии удалось полностью освободить осажденный город на Неве. Ежегодно именно в этот день проходят памятные акции в честь тех, кто не сумел выжить, и тех, кто по сей день отчетливо помнит каждый свой день, проведенный в заблокированном захватчиками Ленинграде. Их живых свидетелей, тех жутких событий в нашей стране сегодня осталось всего 12 человек. Один был аккордеонист, аккордеон, уже не был тогда баянист. Он очень чем-то мне напоминал родственников. И вот у меня всегда, я когда потанцую, он всегда привлечет меня, целовал, кусочек сахара вот такого давал. Я была от счастья не знаю на каком небе. Тамара Федоровна шутит и улыбается. Рассказывает, как детьми давали концерты в военных госпиталях, пели, танцевали, показывали акробатические номера. Развлекали взрослых, да и сами отвлекались от того, что происходило вокруг. А вокруг фашисты, смерть, война. Тамара Федоровна – ребенок войны. Все 900 дней блокады Ленинграда она провела в осажденном городе на Неве. Она, ее мама, бабушка и двое братья в самом центре заблокированного фашистами города. 1941-1942 год. Самый тяжелый голод. Холод, голод. Воды нет, света нет. Ходили за водой на Неву с мамой. Мама одного всегда брала нас с собой. Если попадут в дом, мы хоть останемся живы. Если мы погибнем, может, в доме останутся дети. У меня два брата были, старший и младший. И бабушка с нами жила. Вот мы так прожили. Но зимой нас чуть было не съели. От голода люди. Да, соседи. Они своего брата зарезали. Съели. И хотели нас. Им повезло. Выжила вся семья. И спустя много лет Тамара Федоровна переехала жить в теплой солнечной советской фронзе. За залпом залп гремит салют. Ракеты в воздухе горячим. Цветами пестрыми цветут. А ленинградцы тихо плачут. 8 сентября, в первый же день начала блокады, фашистско-немецкие войска произвели первую массированную бомбардировку. В осажденном городе оказалось более 2,5 миллионов жителей. В том числе 400 тысяч детей. 3,5 из них эвакуировали в нашу страну. Кто как мог выживал. Ну, мама у нас уходила. В одно время как-то она пошла. Уже маленькая сестренка, которая была грудная, она умерла. Я оставалась с этой маленькой сестренкой. Уже, считай, живая и мертвая. Потом, значит, без нее вторая умерла. А мамы все не было и не было. Потом ее привели под руку. Что-то она там массовую какую-то принесла. Да, вся уже простуженная, хрипела. Ну, я там эту массовую ковыряла, ковыряла мороженое, что-то там выковыривала. А утром проснулась и гляжу, и она умерла. В общем, оказалась среди трех покойников. Тот январь забрала Галина Ивановна самых близких. В живых остался лишь отец. И он на фронте. 12-летняя девочка, как и все голодные, осиротевшие дети, попала в приемник, где пробыла до весны. А после отправили в тыл, на барже, по Ладоге, на Большую землю. Галина Ивановна одна из тех, кто добрался живым. Сегодня ей 90 лет. В 2005 году вступила в общество. И вот теперь отрабатываю, как говорится. За спиной каждого из них своя история и личная драма. Про то, как выживали в ужасающих условиях, теряли близких, но все равно держали оборону и настойчиво прорывали кольцо. В честь тех, кто выжил и тех, кому не удалось. Ежегодно проводят памятные акции. И сегодняшний митинг к Реквиям не стал исключением. Выразить свое уважение и сказать спасибо за то, что не сдались. В парк имени Даира Асанова прибыли и представители районных администраций, и представители мэрии, и глава государства Соран Баджинбеков. История блокады Ленинграда – это история единения советского народа, в том числе кыргызского и русского народов. Освобождение Ленинграда от блокады, а затем и общая победа в Великой Отечественной войне – это святая память, которая никогда не должна остаться в забвении. Мы всегда будем помнить героизм и отвагу наших отцов и дедов. Мы помним нашу историю и будем решительно бороться против попыток ее переписывания. Символично, что основным местом сбора общества блокадников, детей войны и тех, кто пришел поздравить их с важным праздником, является не столько сам парк, сколько монумент, которому возлагают цветы. Так блокадники отдают дань памяти легендарной женщине Токтогон Алтыбасаровой. Той, что стало прообразом для памятника и матерью для 150 маленьких ленинградцев, эвакуированных в годы блокады. Успешный предприниматель, девелопер, главный бизнес-коуч страны – все это обоснователи и владельцы строительной компании «Элитхаус» Тимури Фазиеви. На днях в Бишкеке он провел свой тренинг. Записались к нему 6 тысяч человек. Не всех желающих смог вместить концертный зал Дворца спорта. Делиться своей историей успеха и секретами ведения бизнеса Фазиев будет часто – раз в месяц в Бишкекском Дворце спорта, а также во многих других городах республики и за границей. Желающих принять участие в тренинге основателя и владельца строительной компании «Элитхаус» Тимура Фазиева было больше 6 тысяч. При том, что концертный зал Дворца спорта, где проходило мероприятие, вмещает в себя только 2200 человек. Тимур Фазиев – успешный предприниматель, девелопер, мультимиллионер, общественный деятель и главный бизнес-коуч страны. На сцене концертного зала Дворца спорта генеральный директор компании «Элитхаус» поведал секрет своего успеха – отделиться есть чем. Компании «Элитхаус» почти 7 лет. За это время она стала одной из лучших строительных компаний в республике. И делиться своими знаниями Тимур Фазиев абсолютно бесплатно. Цель этого мероприятия – поделиться знаниями, передать им из своего, скажем так, скромного опыта то, что имеем, как говорится, свои две копейки, вносим в общество. И считаем, что самое лучшее, что можно ставить после себя – это знания. И поэтому больше могли бы ходить и раздавать бы всем рыбу. Нет, мы лучше научим людей ловить рыбу. И вот в этом стоит стратегия. Удача – научить один миллион человек, чтобы они стали умнее, сильнее, богаче, счастливее, богобоязненнее, перспективнее. Такие мероприятия, поделился Тимур Фазиев, во Дворце спорта будут проходить довольно часто. И не только в Бишкеке, но и во многих других городах страны, а также и за рубежом. Чтобы все желающие могли прийти и почерпнуть те знания, которые помогут вести бизнес в век современных технологий. Делиться секретами своего успеха будут и другие спикеры. В этот раз Тимуру Фазиеву помогал бизнес-тренер и оратор с 13-летним стажем Фархад Мамбетов. Он рассказал о трех главных особенностях 21 века. А для него это скорость, изменения и кризисы. Я благодарен компании Элитхаус и, в частности, Тиму Разматовичу за то, что он создал такие условия, дал такую площадку мощную, где мы можем делиться знаниями. Для меня было открытием, что столько людей изъявили желание попасть на это событие, на это мероприятие. И когда я узнал, что, оказывается, 6 тысяч человек подали заявку, чтобы попасть сюда, и когда еще очень много людей осталось там, не успели, я был потрясен, конечно. Я понял, что наши люди, крыльстанцы, готовы обучаться, развиваться. И я еще понял, осознал, что людям этого не хватает, как хлеб и вода. Отметим, в рамках корпоративно-социальной ответственности компания Элитхаус отремонтировала концертный зал Дворца спорта. В минувшую субботу здесь появилась и обновленная силами компании Элитхаус стена славы спортсменов Кыргызстана. А вот и тот самый Ламборгини. Автомобиль презентовали широкой публике по окончанию тренинга. На протяжении нескольких дней. О нем говорит вся столица. Цвет оранжевый, как и логотип компании Элитхаус. Автомобиль может разогнаться до 100 километров в час за несколько секунд. Как отметил Тимур Фазеев, на этой машине сможет прокатиться каждый желающий. Возродить породу кыргызского волкодава. Такую цель себе поставили инициативные любители животных. Ценители породы начали собирать со всех регионов страны собак для активного их разведения. Специалисты говорят, сегодня кыргызский дубет практически исчез. Чтобы возродить кыргызского волкодава, активисты планируют создать питомник. Правда, средств для этого недостаточно. А помощи от государства любители животных не получают. Эти мохнатые красавцы – одни из немногих чистокровных представителей породы кыргызский дубет. Или, иначе говоря, крысский волкодав. Возродить породу решили любители этих животных. Они в буквальном смысле начали собирать собак со всех уголков республики. Чтобы не просто увеличить популяцию, а возродить того самого классического кыргызского волкодава. Это не просто хороший охранник, они прекрасные пастухи и охотники. В советское время порода была практически уничтожена. В те годы их отстреливали, считая, что непривитые собаки могли стать причиной падежа скота. За рубежом о кыргызском дубете сегодня практически не знают. Все везде в Европе считают, что азиат – это значит только алабай. Алабай – это туркменский тип. А есть еще казахский тип, казахский дубет, есть киргийский тип. Для каждого народа есть своя порода. Вывести чистокровную породу очень непросто, говорят специалисты. За годы, которые на дубет не обращали внимания, он смешался со многими другими породами. Эксперты сетуют, что большинство заводчиков старались скрещивать кыргызского волкодава с крупными собаками, считая, чем пес больше, тем лучше. Особенности дубета в том, что он прежде всего не боец, а интеллектуал. Эта собака никогда не начнет атаковать первой, если хозяину не угрожает реальная опасность. Вернуть былые особенности породы будет непросто, но заводчики не теряют надежд. Хотя не исключают, что определенное улучшение генофонду дубета не повредит. Найти этих по крупицам, не смешать отдельно группой и везти их. Мне нужно где-то собак 50 где-то сделать, 50, может больше так, именно чистокровных алабай. Чуть-чуть привить им алабайскую кровь для улучшения породы. То же самое, как в советское время парень-керезис служил где-нибудь на Украине. Там женился по любви, приехал, и дети у него, вот такие батыры вырастаются. То же самое здесь надо, но не надо уходить далеко от этого. Просто чуть-чуть улучшить, чуть-чуть, забить вас с керезискими собаками. И потихонечку, потихонечку мы этим, ну проще говоря, так мы улучшим породу. К рыски дубет собака, хоть и неприхотливая, но требует особого ухода. Она может подолгу жить в горах и питаться самой разнообразной пищей. Но чтобы пёс служил, ему нужна забота и внимание. Сложность выведения этой породы заключается ещё и в том, что контролировать приплод, как этого хочет заводчик, невозможно. Ещё особенность этой породы, она один раз в год только гуляет, то есть приходит в гон. Как дикие животные. Они не, вот как культурные выведенные собаки, да, они обычно два раза в год могут приносить щенков. Данная порода может приносить только один раз в год. Недавно в питомнике уже родились девять малышей. Это первый щастоклонный выводок в условиях контроля специалистов. Активисты говорят, развивать породу было бы легче, если бы была хотя бы небольшая помощь от государства. Однако чиновники не оказывают содействия в сохранении популяции кыргызского волкодава. Если дело сегодня пустить на самотёк, это может привести к вымиранию породы. Игорь Потанин, Сардар Ашербаев, НТС. Это была вся наиболее важная информация. Начало рабочей недели. Спасибо, что были с нами. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!